Продолжение следует... К нашему рекрутингу, к нашему подбору персонала, какое имеет отношение культура, как к общему, где связь. И вдруг для меня доходит, что треть кандидата, который приходит к нам на собеседование, точнее из 100% назначенных, треть не доходит. То есть поэтому они не отзваниваются, они не сообщают, что они опаздывают, что они не придут. Это же тоже часть культуры. То есть и эта культура тех людей, которым сейчас за 30, которые воспитывались еще в той культуре, я сейчас пытаюсь понять, а что будет с теми людьми, которые сегодня школьники. То есть как они будут относиться дальше к каким-то договоренностям. И я понимаю, что надо включаться на это все. Моя имя Анатолий Садовский, я служу по Союзу театральных деятелей. И задаю себе вопрос, почему данный круглый стол проходит именно здесь, в Союзе театральных деятелей. Потому что вот здесь сидят мои коллеги все. Я хочу обратить ваше внимание на вступительную речь нашего председателя, который начал с того, что показал наш отчет за 2009 год, который вот такой вот гроз-бух включает в себя, не знаю, 200, 300, 400 мероприятий, которые мы проводим. Хотя это в продолжении речи нашего председателя мы занимаемся практической деятельностью. И вот сейчас, находясь здесь в третий час времени, я думаю, какой практический вывод мы сделаем, и что мы будем делать практически дальше. Потому что всякое наше действие приводит к нашим практическим делам. И могу сказать, возвращаясь к теме искусства повседневной жизни, роскоши или хлеб насущных, ну, для многих это вообще не предмет обсуждения, не разговора. Мы-то для себя эти вопросы давно решили. Иначе бы мы не были здесь. Но мы все равно занимаемся театром. Мы знаем, что театр наш делится вот сейчас, я сейчас буду делить условно. В общем, у меня есть три практических предложения. К первому я уже перешел. Значит, наш театр, мы его делим практически на две части. Один театр, который находится, мы его называем внутри Садового кольца, другой в Денис. Мы его делим условно. Это театры Москвы, Санкт-Петербурга и главных центров Екатеринбурга и Новосибирск, и театры вне этих центров. Я небольшое маленькое выступление сделаю. Мне в этом году повезло. Я побывал в двух регионах, в которых не было никогда. Один из регионов – это Сибирь и Дальний Восток. Я даже могу назвать города, в которых я был. Смотрел просто пачками театров, ну, по два-три театра. Хабаровск, Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, Кемерово. Туда не ступало много человек, а, по крайней мере, мы из Москвы там бываем в Хранере. И второй регион тоже, регион из серии эритов театральных, это регион Северного Кавказа. Я был в Нальчике и в Кавказе, и тоже вот так вот целыми группами, так складывалось, смотрел спектакль. И почему я сейчас об этом говорю? Первое, что я вот совершенно обреченно задал вопросы, чем мы можем вам помочь? И вдруг они мне говорят все в один голос. Сейчас нам не хватает анализа тех процессов, которые у нас там происходят. Мы не знаем цену самим себе. При этом, например, в Сибири, регионе очень далеком от центра, происходят самодостаточные процессы, и существует театр абсолютно самодостаточность, абсолютно неспособный жить без Москвы, Петербурга и без нашего анализа. На Кавказе другие процессы обносились, обмещали, утратили 90% своего процесса. Но и те, и другие нуждаются в оценке этого процесса. У меня даже есть такое ощущение, что сегодняшний Коколстол на каком-то другом уровне именно ту же задачу ставит. Оценить уровень мышления, оценить уровень вообще того, как сегодня оценивается культура, в каком пространстве она находится. Ну, не мне объяснять. Вы понимаете, чего я говорю. Значит, первая вот моя тезь заключается в том, что, наверное, нам сегодня надо именно начинать с того, что оценить, вот нам, театральный вид, это уровень своего художественного процесса. Отсюда и пойдет вот та самая главная идея государства, которая стоит вот в этом году, и это идея модернизации. Понимаете, нам же надо от чего-то наталкиваться. И вот оценка этого процесса, она и важна сейчас. Вторая моя идея, связанная с другим вашим тезисом, это художник общества, власть по кому должен. В то время, когда Луначарский делал этот доклад, мы помним, что в той или иной мере работали Станиславский, который дорабатывал Мирхольд, и мы знаем, как власть им давала, и им обоим давала эту возможность работы. А я как раз обращу ваше внимание на этот процесс, который произошел в несколько дней в театре Вахтангова. Процесс, когда пять менеджеров первого звена этого театра подали в отставку в борьбе с художественными руководителями. А суть моего тезиса заключается в том, что форма управления учредением культуры, а по нашему мере театра, сегодня противоречит свободе творчества. Сегодня у нас как происходит? У нас есть директор театра, которого назначает Министерство культуры, и дальше директор театра подбирает художественного руководителя и главного режиссера, в соответствии с тем, как он с ним сработается или не сработается, и совсем не руководствуется какими-то художественными принципами. Скажу вам сразу, в советское время было дело проще. За художником всегда стояла партийная организация, не партийная организация, а райком партии, и всегда художник был прав. Сейчас время другое. И я по опыту знаю, что и Министерство культуры Российской Федерации, и пародирующие их Министерство культуры РФ работают исключительно так. Они станут директора, управляемого, понятного им человека, а дальше говорят ему, а теперь давай занимайся художественным руководством. Он привлекает нам того, сего, пятого, десятого. Поскольку я уже занимаюсь несколькими музыкальными театрами, то могу ответить на некую репку по поводу маэстро Герггина. Вы знаете, у нас сегодня нет равной величины в российской культуре, и, возможно, сказать, и в мировой. А величина эта заключается в том, что, например, маэстро Герггин делает 12 минут, 15 максимум премьер в сезон. Для премьер, могу сказать, Большой театр делает две премьеры. А дальше маэстро Герггин говорит, да, я делаю 12 пример в сезон. Допустаем, что 6 из них провальны, 3 ничего себе, а 3 шедевры. Вот поскольку вот то, вот это вот соотношение у него остается всегда, поэтому-то мы следим за каждым шагом этого маэстро. И даже если вам не понравилась первая сельфония Шестаковича, а мне интересно послушать, как это будет у маэстро Герггин, потому что это выдающийся коллектив, это запредельная для сегодняшней России качество государства. И третий мой тезис, он очень короткий, это связан с том, как сегодня формируется бюджетная культура у нас в России. В последней газете культуры он был обозначен менее чем 1%. Так будет всегда, когда у нас в России будет невнятная политика в области культуры. У нас единственный, как пример привожу, у нас единственный раз появилась более внятная позиция Министерства культуры и области культуры два года назад, когда президент сформулировал и назвал ее «вод силы». И тогда у нас появились новые инвестиции, новые расходы, новый проект. В Одессе сегодня у нас будет вот так же, как формулироваться за каждый год, когда они будут формулироваться по остаточному кризису. Извините, что я занял в вашем вопросе. Спасибо большое.